Ух, есть щука! А ну, может, разгону её сейчас сюда затянем. Всем привет, друзья! Сейчас середина декабря, наконец-то наступила долгожданная оттепель, и я выбрался в черте города на маленькую речку Трубеж покидать спилинг. В руках у меня Crazy Fish Orion с тестом 3.12 в росте 2.30. Но что самое интересное, в руках у меня как раз тестовый образец, который я трусил на весенней выставке 2018 года. И так сложилось, что именно эта же удочка сейчас попала мне в руки, и я могу половить на неё рыбу. От серийного этот спилинг отличается тем, что здесь стоят колечки Fuji Terzai. А на серийном Орионе уже стоят обычные титановые однолаповые кольца. Сделали это для того, чтобы удешевить в продаже этот замечательный спилинг. Так сложилось, что попал он ко мне в руки как раз в тот момент, когда и наступили сильные морозы, и всё замёрзло, поэтому сразу половить я на него не смог. Какие-то фотографии я выкладывал в сеть, в Instagram, Facebook с Орионом, и писали мне очень много вопросов, что говорит о том, что есть большой ажиотаж на эту удочку. И не зря, да, эта модель 3.12, 2.30 давным-давно на сайте закончилась, но по предварительной информации в Украине в продаже появятся они уже ближе к весне. На сегодня моя цель будет протестировать спилинг уже на камеру, так сказать, потому что я им уже рыбачил, но для себя без камеры пару раз на речку выходил половить щучку. И поделюсь с вами какими-то своими впечатлениями, отвечу на некоторые вопросы, которые мне уже успели написать в соцсетях. Стоит у меня лёгкая катушка 2000-го размера, это также новинка PISCEFAN Carbon X, вес её 220 грамм, тонкий шнурок, примерно 0,5, также PISCEFAN, и буду ловить весами я там 4-5 грамм с 0,5 флюрокарбоновым поводком. В черте города река уже значительно оттаяла, поэтому отправляюсь ловить щуку. Блин, ай-яй-яй-яй-яй-яй, была поклёвка, ах, исход. Ай-яй-яй-яй-яй. Только что, блин, на рачка, ну где-то на средине реки, тут ямка, в ямке, щука ударила, ну видно, не знаю, или скорее всего просто слабо, слабо заглотила, не засеклась, и быстро сошла. Блин. Ну класс, поклёвка такая была, отличная. Ух ты, блин. Выход был, короче. Ну тут уже прямо под ногами блеснул бок рыбки. Ну небольшая щучка, шнурочек. Вышла за... Она даже может укусила его за хвост. Ну вдогонку, короче, уже била. Прикольно. Ух, есть щука. Ух, классная поклёвочка. Так. А ну сейчас посмотрим, что тут у нас. Ху-ху. Вон какая рыбка. Ух. Красотка. Хе-хе. Класс. Фу-ху. Фу-ху. Так. Ух. Надо налёт её как-то закинуть. Блин. Хорошая такая, да, полторуха. вон. Фу-ху. блин он щука такая в пиявках все капец как ее достать блин спуститься можно я не знаю и шо блин тут лед такой шнур хреново что тонкий самый тонкий шнур может просто шнур порваться может разгону и еще сюда затянем есть класс красотка такая даже двушка можно да такая щука толстая блин все в пиявках вот ориончик наш поймал такую рыбу класс так теперь надо я сюда ко мне подтянуть так теперь надо вылезти наверх наверх такая у нас народ красотка щука попалась вообще для трубежа это вообще вполне такой зачетный экземпляр ну такая под двух одета толстая такая жирная класс под 2 килограмма здесь такая килограмма килограмма здесь сейчас сидом свой телефон сотки сейчас вот здесь вот такая у нас щучка на орион поймалась красотка для трубежа это вполне такой зачетный экземпляр для удочки до 12 грамм класс так сейчас нашу рыбку отпустим сейчас отдохнет чуть-чуть местное место на речке видите посреди реки такой пенек затопленный и обычная знаю но в прошлом году тут ловилась рыба в этом я еще не кидал потому что заросшее было куча кувшинок сейчас я смотрю уже зима кувшинок почти нету сейчас попробую тут поймать рыбку возле пенька тоже глухо ничё пенек нас не порадовал кстати что касается теста удочки указан он как 312 я думаю что соглашусь как раз с этим тестом потому что за счет своего сверх быстрого строя до говорят про него экстра фокин фас экстра фокин фас по низам орион будет работать мягко говоря не очень ну по низам это один грамм там полтора грамма два потому что бывают ситуации да когда нужно нам лайтом ловить на 1 граммовую чебурашку спилинг достаточно жесткий плюс вклейка у него жесткая такой кончик жесткий поэтому по низам я думаю как раз грамму 3 будет работать он уже нормально на тонких шнурах там 0 3 0 4 но на грамм конечно можно до ловить кому-то сильно захочется но это уже будет не то если сравнивать с какими-то другими японскими лайтами у них строй другой и сам кончик удочки гораздо такой по мягче более живой поэтому там на грамм ловить уже попроще но с третьей стороны вы должны понимать что когда берете удочку до 12 грамм для ловли на грамм есть другие спилинги а вот до 12 как раз ловля там от 3 грамм ну и по верхнему тесту вполне себе отлично еще что хочется отметить что так как вес спилинга всего лишь 68 грамм этот я дома взвешивал там даже меньше что-то 67 с какими-то копейками то понятно что спилинг очень тонкостенный и достаточно хрупкий поэтому перегружать его крайне не рекомендуется нет говорили что там в тестовых видео где андрей ведут а его тестировал там и самого огромных ловил и перегружал там чуть ли не в два раза но одно дело снимать скажем так такие тестовые видео когда нужно проверить все стороны сломаются они сломаются и тому подобное а другое дело когда вы покупаете себе вещь в долгосрочное пользование и хотите его сломать да ломать понятно спилинги не нужно и поэтому обращаться с ним нужно также осторожненько потому что спилинг хрупкий очень легкий деликатный но при этом всем бланк очень жесткий быстрый комель достаточно мощный тут поэтому с крупной нормальной рыбой удочка работает хорошо в этом убедились мы и на сегодняшней рыбалке были там проблемы с прибрежной кромкой льда которые мы также устранили и щуку успешно из воды я достал и также вставлю еще вставочку где также ловил я приличных щук с лодки там такая явная полторушечка плюс минус с ней орион также отлично справился с глубины 4 метра рыбу подняли и успешно завели подсак поэтому что хочется отметить по забросу там по работе с приманками спилинг очень хрупкий нежный берегите его чтоб не ударять тонкостенный бланк об кусты там об деревья внимательно на рыбалке будьте со спилингом а с рыбой с нормальной скажем так с трофейной для такого теста удочки удочка работает отлично и отрабатывает на рыбе вяжет неплохо бланк жесткий хорошо работает и мощный комель сдерживает рыбу помогает ее там и форсировать и поднять глубины ну и не давать ей куда-нибудь уйти так тут еще одно интересное место поворот реки и как раз под этим берегом есть приямочек и приямок и обратка тут от основного течения хотя как то тоже место это поклевками особо не слабит не славится но иногда тут клюет поэтому сейчас надо тоже обловить одну приманку я провел поклевок не было сейчас вторую еще поставлю пару приманок разного типа обычно заставляют клюнуть щуку тем более зимой рыба пассивная и такой прием хорошо работает он грузик видите какой поцарапанный щуками сейчас я ловлю рачок два с половиной дюйма и 5 грамм удочка кидает отлично точно понятно еще с тонким шнуром вообще круто ловить и чувствительность очень хорошая но за счет быстрого сухого бланка и все там контакты с коряжками с кувшинками с остатками водной растительности хорошо мы справляемся аккуратненько ведем даже вот где коряги ловлю я на светный крючок аккуратно так не спеша выполняем мягенькую проводку и перетаскиваю все коряжки руку все отлично чувствуется ну понятно что бланк сухой поэтому чуйка тут на ура может быть будет даже получше чем у каких-то японских спиннингов которые не такие злые не такие сухие с чувствительностью ориона все в порядке более младшими моделями там до 4 грамм до 7 я не ловил там не думаю вообще все как током передается тут все классно по чуйке как у разных топовых удочек слышно все отлично даже вот как на течение приманка тонет как шнур разрезает воду также все это постоянно передается в руку и с такими ощущениями вы точно не пропустите когда щука атакует вашу приманку чтобы сделать подсечку кстати я знаю очень многие уже приобрели себе орион и достаточно давно еще с весны как только он появился в продаже напишите в комментарии кто ловит орионом и какие у вас трофеи уже на эту удочку не важно там до 7 грамм до 12 просто интересно знать кто также на орион уже ловит ну и вообще как вам впечатление как удочка двигаемся дальше по реке как видите река практически уже размёрзлась но это в городе может быть тут как-то теплее или вода теплее за душу всем известно что и канализацию в реку сбрасывают а за городом мы ехали несколько дней назад и там вообще даже промоин не было сейчас можно половить сожалению походить только в городе берега скользкие и поклевок как-то тоже совсем мало ну только в начале рыбалки у меня были все поклевки а потом даже контактов никаких не было ни тычков ничего такого та щука которую я поймал была вся в пиявках такая это много пиявок наверное больше десятка было просто пока там ее достал они все отвалились поэтому скорее всего просто щука сейчас очень пассивная и погода такая перемешивая вчера мы на льду были был мороз такой давил на сегодня плюс нестабильная погода давление скачет но как обычно когда клюет каждый рыбак думает какой он крутой классный рыбак а когда не клюет придумывают кучу причин почему не клюет так и сегодня дальше что еще хочется добавить наверное по поводу дизайна дизайн конечно здесь такой очень простой примитивный вот это гайка катушка держателя с оголенной резьбой такой сомнительный момент нормальной удочки да можно было бы сделать уже что-то покрасивее поинтереснее ну и пробковая рукоять в удочке 2018 года также момент очень сомнительный я считаю что пробковые ручки это уже пережитки прошлого даже всем известные американские производители спиннингов в восемнадцатом году уже отошли от пробки и выпускают спиннинги уже в более современных вариантах дизайна так конечно удочка в руке сидит классно все легко удобно но я думаю этот элемент можно было выполнить из его я понимаю что гнались там за минимальным весом спиннинга он до легкий 68 грамм но не думаю что пробка там как-то легче чем его поэтому рукоятка из его было здесь в тему так решили да мое дело просто половить удочка и рассказать свое впечатление но вообще как она в работе на орионе стоит вклейка такая нравится что ранен и такие маленькие аккуратные на орион ловил я и в мороз кольца конечно замерзают на всех удочках в мороз кольца мерзнуть в клейка жесткая быстро тоже противозахлёстный тюльпанчик аккуратный на трозайтах удочка конечно вообще смотрится отлично но титановые fuji колечки они такие же по размеру просто внутренняя вставка в трозайтах это внутренняя вставка потоньше ну а оправы такие же титановые рыба не клюет одну как раз трофейную щуку я поймал думаю можно уже и возвращаться погода классная тепло ветра нет тишина поменялась погода наверное поэтому и не ловится все народ буду собирать снасти сворачивать удочку такая у нас сегодня рыбалка зимняя как видите главное удочку мы погоняли половили про удочку немного рассказал у кого какие вопросы остались конечно же пишите все в комментарии меня часто спрашивали про сравнение ориона с инбайтом я думаю смысла в этом никакого нет потому что это удочки из разных дивизионов инбайт почти в два раза дороже ориона собран на другом бланке поэтому это совершенно две разные удочки сравнивать их не вижу смысла орион жесткий быстрый extra fucking fast extra fucking fast мощный комель мощная средняя часть бланка как раз специально я думаю сюда вставили в клеечку потоньше да чтоб спининг был более деликатным нормально работал по низам ну и тому подобное жду ваши вопросы в комментарии я даже чехол на спине не брал сейчас его двумя чашечками стяну и все пойду домой подписывайтесь на канал кто еще не подписан ждите новых рыбалок с орионом потому что удочка у меня только появилась посмотрим как сложится с нашей зимней оттепелью если морозов не будет то еще буду выбираться на водоемы и ловить щуку на орион с вами был павел всем пока до новых встреч